Приветствую вас, Аделина. Я думаю, что для начала теория и практика психологической консультации гласит прямо, что выходы из ситуации есть, и вы сами, только вы сами, его знаете. Выход. То есть с точки зрения психологии некорректно вам что-либо советовать, что-либо рекомендовать, что-либо пытаться вам подсказать, потому что это просто будем уже не мы. То есть это будете уже не вы, точнее, простите, пожалуйста, это будете не вы. То есть не вы будете, условно говоря, принимать решение. Не вы будете принимать решение по данной ситуации, а мы за вас как бы будем принимать решение. Это на самом деле не есть хорошо для вашего благополучия. Так или иначе, для вашего благополучия это не есть хорошо. И соответственно, соответственно, ну можно как бы опять же с точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии именно, вам здесь порекомендовать проработать, то есть отреагировать, то есть озвучить, прочувствовать свои эмоции по поводу данных отношений, ваших отношений с партнером, которых вы оказали сейчас, с тем, чтобы вы могли дальше в процессе самостоятельно разбираться. Вот. Вот. То есть, чтобы вы могли сами принимать решение находить выходы. То есть наша задача не в том, чтобы за вас найти выход, а наша задача помочь вам находить выходы. И с ситуацией, в которых вы оказались. Вот. Это, на мой взгляд, очень важная история. Очень-очень-очень важный момент. Значит, я вынужден согласиться с коллегами, в частности, с коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем, который называет ваши отношения с созависимыми, вот. И, и, ну вот, собственно, на данный момент, на данный момент отношения, ну, выглядят на самом деле такими, то есть они действительно выглядят, как созависимые, вот. Вот. Понимаете? Вот. Это вот то, что я могу вам сказать, соответственно, любая созависимость, любые созависимые отношения, они связаны с тем, как правило, что человек в чем-то нуждается. То есть вы в данный момент, ну, вы в данный момент в чем-то нуждается. И это желательно поисследовать. То есть очень желательно поисследовать вот этот момент, почему вы оказались в такой зависимости. в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, вот. То есть это вот, мне кажется, то, что, ну, как минимум нужно исследовать. Как минимум. Просто как минимум нужно вам раскрыть. Вот. Дальше. Значит, так. Я, видимо, попал собираться отношения, но мне в них очень сложно. В чем сложно? А, действительно, в чем сложно с отношениями? Это очень важный момент. Ага. К партнеру очень тянет, как магнитом. Давайте разбирать тягу. Тяга это не любовь. Тяга это не чувство, тяга это желание. Понимаю, так, не могу выбраться, но понимаю, что нужно. Зачем? Очень тяжело физически и морально. А, с чем связана, опять же, тяжесть? Вот именно, конкретно, тяжесть, с чем связана? То есть тяжесть это какая-то такая определенная нагрузка на вас. Тяжесть это определенные, может быть, переживания. Тяжесть это вот такая история. Что образует или создает эту самую тяжесть? Мне кажется, что это очень желательно бы поисследовать. Мне кажется, тут вот такая история. Такой момент. Ну, действительно, не хватает, не хватает, знаете, информации. Не хватает о вас. Так что давайте разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Поехали. Поехали.